Всем привет! В этом уроке речь пойдёт о работе со строками в Pinescript. Данные строкового типа представляют собой последовательности символов, заключённые в двойные или одинарные кавычки. Такая последовательность называется строковым значением или строкой. Помимо обычных символов, строковые значения могут содержать специальные символы. Рассмотрим несколько примеров. С помощью символа «бакслаж» и кавычки внутри строки можно указывать такие же кавычки, как и внешние. Двойной «бакслаж» позволяет внутри строки указывать один «бакслаж». И, пожалуй, самыми полезными специальными символами являются «бакслаж» и «н». Они означают перенос текста на новую строку. Также важно знать, что строковые значения могут получаться путём сложения строк. Такая операция называется конкатенацией. Текст в метке на графике является результатом конкатенации следующих строк. Теперь давайте посмотрим, как работать со строками при помощи функций. Функции из данного скрипта позволяют получать некоторую информацию о строке. Всем этим функциям целевая строка передаётся первым аргументом. Функция startsWith возвращает true, если целевая строка начинается с указанной вторым аргументом под строки. Аналогичная функция endsWith возвращает true, если целевая строка заканчивается указанной под строкой. Следующая функция contains возвращает true, если целевая строка содержит указанную под строку. Функция length возвращает количество символов строки, то есть длину. Функция pos возвращает индекс символа, начиная с которого указанная под строка входит в целевую строку. Последняя функция subsgin позволяет из целевой строки извлечь под строку. Начальный и конечный индексы для извлечения передаются функции вторым и третьим аргументами. Извлечение под строки происходит от символа с начальным индексом до символа с конечным индексом, не включая его. Помимо рассмотренных функций, Pinescript включает множество функций, выполняющих некоторое преобразование строки. Этим функциям целевая строка также передаётся первым аргументом. Функция app позволяет получить строку, в которой все буквенные символы являются прописными. Функция lower наоборот, делает все буквенные символы строки строчными. Третья функция replace используется для замены фрагмента строки. Функция заменяет в целевой строке n-ную под строку target, второй аргумент, строкой replacement. Третий аргумент, число n, задаётся необязательным четвёртым аргументом. По умолчанию четвёртый параметр равен нулю. В данном примере параметру передаётся единица. Это означает, что в целевой строке строка replacement заменит вторую под строку target. Похожим образом работает функция replaceAll. Разница лишь в том, что она заменяет все под строки. Ещё одна функция forMatch позволяет вставить в целевую строку значения передаваемых функций аргументов. Места для вставки значений указываются в целевой строке с помощью фигурных скобок и индексов. Индексы определяют порядок, в котором значения аргументов вставятся в строку. Следующая функция toNumber преобразует строку в вещественное число. И, наконец, функция split используется для разделения целевой строки на подстроки. Подстрока разделитель передаётся функции вторым аргументом. Функция возвращает массив подстрок, на который разбивается целевая строка. На этом закончим данный выпуск. Свои вопросы оставляйте в комментариях. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok